Сегодня вспоминают одно из ключевых событий Первой мировой. Сто лет назад начался знаменитый Брусиловский прорыв. Войска русской армии пошли в наступление на Австро-Венгрию. В могиле генерала Алексея Брусилова, который находится на Новодевичьем кладбище в Москве, возложили цветы и венки представителей российского военно-исторического общества. Наш корреспондент Александр Бутухов пообщался с историками и выяснил, почему эти события, хоть и сыграли огромную роль в общем ходе войны, но не привели к немедленному ее окончанию. Вот на данном макете вы наглядно видите красным, где изображено именно расположение наших войск, и синим представлена именно оборона противников. Это точная копия обороны австро-венгерских войск в июне 1916 года. Макет на основе разведданных сделали по личному указанию Брусилова, чтобы при подготовке наступления было лучше видно, какие преграды стоят на пути. По замыслу генерала атаковать противника нужно было сразу в нескольких местах и по всему фронту, что в корне отличалось от принятой тогда тактики проведения наступательных операций, когда прорыв осуществлялся только в одном месте. У него расчет был железный. Он считал так, что если я буду наступать вот в этих 13 точках четырьмя армиями, то противник, когда начнем с наступления, не сможет универировать резервы, в общем, перебрасывать на опасный участок свои войска. Почему? Потому что то тут началось, то там. К прорыву готовились почти два месяца. Часто по ночам, чтобы противник не заметил перемещение войск. Пехота училась преодолевать заграждение из колючей проволоки. Тогда же появилось такое понятие, как ударная группа. Прообраз современного спецназа. Но главную роль при осуществлении этого наступления Брусилов отводил артиллерией. Таких легких пушек, как вот эта трехдюймовка, у Брусилова было больше всего. Но уничтожать многочисленные оборонительные сооружения автро-венгерских войск они не могли. Для того, чтобы добиться максимального успеха при наступлении, генерал решил измотать противника шквальным артиллерийским огнем с небольшими перерывами в 15 минут. Это временное затишье вражеские подразделения воспринимали как сигнал к началу атаки русских и покидали свои укрытия, чтобы занять оборону. Но как только это происходило, шквальный артиллерийский огонь возобновлялся вновь. Расчет Брусилова оправдался полностью. За несколько месяцев операции фронт смог продвинуться более чем на 120 километров. Были взяты несколько ключевых городов, в том числе и Луцк. Австро-венгерские войска понесли колоссальные потери. Свыше полутора миллионов убитыми, ранеными и взятыми в плен. С нашей стороны эти цифры оказались в три раза меньше, хотя мы наступали. Брусилов мгновенно стал народным героем. В архиве до сих пор хранятся тысячи телеграмм, присланных генералу со всей страны. От служащего управления железных дорог генералу Брусилову. Браво вам, генерал Брусилов. Я буду молиться Богу о вашем здравии. Дай Бог сохранить вас от рук и пуль вражеских. К сожалению, появившимся надеждам на скорейшее окончание войны не суждено было сбыться. Операцию Брусилова слишком поздно поддержали другие русские армии. А союзники, ради которых во многом и было затеяно это наступление, и вовсе не пришли на помощь. Когда наш брусиловский прорыв начал выдыхаться, вот бы здесь удар союзников, новая мощность, скоординированная, это позволило бы отвезти от нашего фронта какую-то часть войск, пусть даже австро-венгерских, и тогда бы наше наступление развивалось более успешно. Когда они думали о стратегии, они прежде всего думали о сохранении боевой силы и своей жизни. А русские жизни для них, к сожалению, это было вторично. По мнению большинства историков, если бы план Брусилова был реализован полностью, последствия для Австро-Венгрии, а вместе с ней и для Германии, оказались бы катастрофическими. И, возможно, война завершилась бы в том же 1916 году. А история России, как, впрочем, и мира, развивалась бы уже совсем по-другому сценарию. Александр Бутухов, Андрей Лесных, Юрий Шолмов и Елена Штоколова. Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok